Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня буду делать настоечки из персиков и абрикосов, это остатки от варенья, компотов, то, что мы сегодня делали. Кто в телеграме подписан, тот знает. Это вот мятый, косточки вытащил, делаю без косточек. Можете делать с косточками, но я не люблю с косточками. Здесь 3 столовые ложки сахара, здесь 4. Вот он здесь побольше. Сейчас вот это все вот так стряхну, условно, с крыжечкой, я оставлю на часик, потом залью сортировочкой. Подготовил сортировочку, 40% по 3 литра пока, потом буду доливать до верха, когда наставить. Пропорции забыл сказать, здесь получается килограмм, то есть 200 грамм на литр, 5-литровые банки. Здесь побольше, потому что очень много ягод, мяток было, не выкидывать. Но потом, после настойки, это все настою или моцарат делаю или перегоню со спирт средством. Будет офигенный вкусный самогончик. Я уже делал, кстати, такой, так, по-моему, и назвал, вкусный сахарный самогон. Ну, в принципе, и все. На данном этапе все просто. Раз. Отлично. Я бы сказал, даже просто шикарно. Сюда доливать ничего не буду. А сюда еще разведу. Ребят, сортировку делайте, в принципе, какую вам удобно. 40%, 35, 38. Кто такие любит, крепкие, слабые. Можно хоть 50. Ягода заберет по-любому. Плюс сахар. Но зато будет офигенная настойка. Первый этап готов. Самый основной. Теперь осталось, видишь, 14 дней минимум. Что одну, что вторую. Потом снятие осадка, профильтровать. Но я вам все покажу. Ничего сложного. И будет дегустация. Однозначно. Друзья, привет! Прошло вообще куча времени. Я забыл про эти настойки. Сейчас наткнулся. Надо сейчас быстренько отфильтровать. Сделать дегустацию. Смотрите, сейчас переливаю через сито. Вот такое сито с полотенцем. Вот такое полотенчик одноразовое. Из рулона. Просто переливаю в кастрюлю одну. Потом фильтрую вторую. Ягоды. Перекладываю в одну банку и заливаю спиртом. Ну, условно. Там, дистиллятом, ректификатом. Чем хотите. Это будет дальнейшая мацерация. Потом еще яблочек добавлю. В процессе покажу. Сейчас все увидим. Поехали. Ах, запах просто бомба. Все, вот так вот аккуратненько переливаем. Не торопясь. Иначе будет брызгаться. Музыка. 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 И можно сказать, он уже профильтрован. Музыка. Все, вот так оставляем. Дальше ничего отжимать не будем. Бессмысленно. Все равно все пойдет на мацерат. Ничего не потеряем. Смотрите, видите, там какая слизь. Сейчас камеру со штатки сниму, вам покажу. Смотрите, ножички такие уже прям вообще шикарные. Вот видите, как полотенце работает, вообще шикарно. Потому что при фильтрации нам уже меньше надо будет тратить сил и нервов. Оп, чистоганчик такой. Красота. Все, сейчас вот это фильтрую в банку через вакуумную систему. Сейчас вам покажу. Так, это убираем в сторонку. Нам сейчас не надо. Берем ватку. Так, отрываем. И еще можно чуть-чуть добавить, чтобы у нас все почище. Все, этот заборник опускаю в емкость. Крышку надеваю на банку. И включаю насос. И что-то пошло не так. Одну секунду. Сила нечистая. И вылетел разъемчик вот этот. Давненько не пользовался. Все, включаю насос. Кому интересно про насос, есть целое видео. Называется «Быстрая фильтрация». Там есть ссылка на этот насос. Ну, подробно все описываю, как я сделал эту вакуумную систему. Также у меня есть вакуумная система от Шульмана. Ну, вы знаете. Но я ей что-то не пользуюсь. Вот это вот гораздо удобнее и быстрее. Все, сейчас 3 литра набирается. Дрелевая в бутылку. И дофильтровываю остальное. Процесс, да, вот так вот удобно. Просто песня. Чем спокойнее насос выключаешь и дальше продолжается филитрация. За счет вакуума. Чуть не забыл. Раз, вот так переливая. Целую банку, кстати, вот так где-то отфильтровал. Чтобы удобно было перелить. Вот так вот чуть-чуть забито. Так, надо чуть подержать. Все, тавляска пошла. Можно отпускать. Турочка идет. Все замечательно. Сейчас отфильтруется, перелью. В принципе, вторую отфильтрую. Вам показывать не буду. Но считаю вообще бессмысленно. Одно и то же показывать. Персики проотфильтровал сейчас сюда. Теперь беру абрикосы. То, что осталось. И вот все в одну баночку сейчас. Только аккуратненько надо. Не колонуть. Потому что они там встали. Ребят, поверьте, тут аромата еще вообще до хрена. Сейчас вот это я заливаю. С сортировкой. Ну, точнее, просто спиртом заливаю. Сколько сюда войдет. Здесь уже есть. Примерно где-то литров на 7. Даже 10. Сделаю 10. 10 литров. То есть, там 96%. Сейчас залию сюда. И оставлю. Потом буду делать мацерат. Накрошу еще яблочек, груш. Вот это отожму. Перегонять с этим не буду. Только с яблоками не буду. Здесь чисто то, что спирт вытянет. Остатки вот эти. И будет вот такой вкусный самогончик. Процесс идет такой струечкой. Достаточно. Потому что здесь очень больше всякой мякоти получилось. В этих персиках. Ну, не страшно. Потихонечку, раза два-три, ватку поменяю. Отфильтрую. Постоит. Можно снять с осадкой, а можно и так. Кому как нравится. Ну что, пришло время дегустации. Здесь у нас абрикос. Ребят, смотрите. Кому надо, вот такие вот чехольчики. Поставлю ссылочку. У меня друг делает. Андрей зовут. С любым логотипом. Натуральная кожа. Смотрите, какие швы. Вот так вот. Любой дизайн. Любой цвет. Здесь мой логотип. Вообще шикарный. Лазерная гравировка. Такие вот, смотрите, швы какие. Ссылочку на... Как у него там, ВКонтакте. Друг мой Андрей занимается. В принципе, любыми кожаными изделиями. Сумки, чехлы. Короче, все, что связано с кожей. Все он делает. Вот мы с ним такую штуку придумали. В принципе, идеи еще много, когда работать. Ладно. Сейчас речь не об этом. Нам надо приступить к дегустации. Запах просто бомбический. Точно на кухне. Ну, мы сейчас все понимаем, да, что она еще не отдохнула там хорошенечко. Точнее, вообще не отдохнула. Вот эта бутылка у меня в морозилке лежала. Какая красота. Запах. Еще вот чуть-чуть. Здесь такой запах спиртовой, но вот так вот и проходит. А вот, ребята, по вкусу это шедевр. Она прям вот, прям залилась и даже не обожгала. Даже вот ноток спирта практически нет. Идеальные пропорции. Просто идеальные получились. Я вот сейчас, ну, вот это, наверное, оставлю. И вот это. А все остальное разолью и увезу на зиму в погреб. Надо закусить, кстати, ребят, когда я делал арбуз. Чипсы из арбуза. В дегидраторе. В общем, такая тема получилась. Там кто в Телеграме подписан, знает, видели. Вот так вот. Просто. Просто песня. Закусончик. Самая там. Сейчас бокальчик сполоснул. И приступим к персику. Персик, да, тяжело фильтруется, ребят. Ну, ничего страшного. В принципе, можно с осадкой, можно без осадки. Можно, чтобы он постоял, а потом снять с осадкой. Будет вообще проще простого. Блин, я вот вот абрикосы вообще в шоке. Сейчас персик, персик. Что мы видим в персике? И все то же самое. Те же ножички жирненькие, все как надо. А вот здесь, вот, ребят, ничего не чувствуется. Ни спирта, ни каких-то ноток. Вот только, только персик. Прям сладкий-сладкий. Вот прям просто через нос отдает. А на вкус это тоже офигенный. Но менее сладкий. Здесь вот сладость чувствуется. Здесь нет. Ну, нет ничего такого. В принципе, при желании можно декстрозы добавить, там, фруктозы. Ну-ка, то что? Хоть сахара, меда. Это на любителя. А так вот, и вот так пойдет, ребят, честно скажу. Вообще, вот даже закусывать не хочется. А может, мне кажется, сладости я не чувствую. Потому что арбуз сладкий вот этот. Ну, нереально. Здесь просто вот один сахар остался и волокна. Все. Больше ничего. Сказка. Вот сюда сейчас заливаем самогон из расчета где-то на 10 литров. И пусть стоит, ждет свою мацерацию. Потом буду делать мацерацию и сниму видосик. Обязательно. Так что так. Ребят, кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. К Андрюхину страницу обязательно заходим, подписываемся. Парень вообще шикарно. Все делает. Это у меня, кстати, там кошельки делал. Вот так вот. Смотрите, какая строчка. Все. Подписываемся, ставим лайки, комментируем в Telegram. Заходим обязательно. Живое общение всегда приветствуется. Там же, кстати, можно вопросы задавать. Любые. Там у нас все адекватные люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА